Бобруйчанин Дмитрий Боровик рыбачит с 10 лет. Сюда, в район железнодорожного моста, станции Березина, фанат реки приходит буквально через день. Для него это и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе, и релаксация, и общение с единомышленниками. К слову, рыбное законодательство за многие годы своего хобби мужчина изучил хорошо. Нарушений не было. Правила я хорошо знаю. Я, как говорится, добросовестный гражданин Беларуси. Так что не более 5 килограмм на сутки. Рыбу, осетра, стерлить мы выбрасываем, не ловим. Хотя здесь осетра нет, но стерлить ловили, выбрасывали. Попадала стерлить. К сожалению, не все рыболовы столь же сознательны. Специалистам Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного растительного мира нередко приходится иметь дело с нарушителями, которые пренебрегают правилами ловли рыбы и наносят вред окружающей среде. По словам инспекторов, самым криминогенным районом в плане браконьерства считается Фрштадт. Буквально недавно здесь попался мужчина, который ловил рыбу сетями возле спасательной станции. А это грубое нарушение. Мужчину застали с поличным уже во второй раз. Ведет такое, видно по нему, что социальный образ жизни, то есть неоднократно уже привлекался к уголовной ответственности. Неоднократно задерживали. В последующем, если он еще раз нам попадется, то у него будет наблюдаться повторность, предусмотренная уже будет уголовная ответственность за совершение данного деяния. И вот уже впредь, если мы его задержим на водоеме, то будет привлекаться по 281 статье Уголовного кодекса Республики Беларусь. Еженедельно специалисты делают два-три контрольных рейда по реке, во время которых проводят профилактические беседы с рыболовами. Особое внимание уделяется новичкам. Обычно они предпочитают коллективные уловы. С двумя такими любителями отдыха для души и провел разъяснение начальник инспекции охраны животного растительного мира Сергей Олефировец во время очередной проверки с нашей съемочной группой. Я им разъяснил, что на каждого рыболова-любителя, если он не является членом Белорусской республиканской общества охотников-рыболовов, только положено по пять кучков. То есть вот у них было установлено 10 таких снастей, как кружки. И, соответственно, уже если он будет со спиннингом находиться в рыболовных ходах, осуществлять добычу, то это уже будет нарушением. То есть каждый последующий кучок будет уже незаконным. Всем рыбакам инспекторы напоминают о промысловой мере для добычи некоторых видов пресноводных. К примеру, щуки, линия, карпа, сазана. А также о запрете ловли на краснокнижные виды. За нарушение законодательства злоумышленникам грозит штраф от 500 до более чем 1200 рублей. А если ущерб природе составит 250 базовых величин, то браконьеры могут поплатиться свободой сроком до 4 лет.